Русская народная такая интонация, хотя это песня скандинавских разбойников. Эти скандинавские разбойники действуют в сказке знаменитой «Снежная королева». И для этого спектакля о «Снежной королеве» нужно было сочинить песню скандинавских разбойников. Вы помните, там Герда в поисках своего брата Кая оказывается в плену у этих лесных братьев. Ну какие же разбойники без песни? Надо срочно было сочинять. Я подумал, что же могут петь эти скандинавские разбойники, и у меня получилось, что они поют свою разбойную песню с сильным русским акцентом. Я нашел этому оправдание, потому что скандинавские разбойники – это варяги, а варяги были всегда в тесном контакте с древними славянскими племенами, и много чему их научили, в частности, разбойничать. А почему бы им не поучиться у славянских племен песням? Поэтому песню скандинавских разбойников у меня с сильным русским акцентом я вообще сочинял для красознаменного хора армии с кобзоном в роли запевала. А чтобы народ не сомневался, что это скандинавские разбойники, я сочинил в конце несколько строчек, которые снимают все сомнения на этот счет. Эй, прохожий, погоди, постой, проезжи, ну-ка денежку гони, не будь невежей. Ради нас не пожалей, ни сапог, ни платья, ничего нет тяжелей нашего занятия. То не конь вороной, просто кал стороной, то не корж он по небу плывет. То развой река лесной, то вчит ножик стальной, и народною песню поет. Целый день сиди в кусту, при большой дороге, дрожь колен, как сушь во рту, тюрьма в итоге. Рви подметки, падай с ног, ползай по болотам. Так что я, блин, твой кошелек, честно заработал. То не конь вороной, проскакал стороной, то не корж он по небу плывет. О, отварут комжон выходит. То развой река лесной, то дозишкин, и к Столяной, и прародиму штак товариям. Аплодисменты Больше скандинавов я не знаю, потому заканчиваю бить